На выставке День Поля как будто одновременно идет и уборка урожая, и демонстрация силы механизаторов. При этом все машины новые, часть из них на выставке едва ли не впервые. И, что неудивительно, после выставки они здесь не задержатся. На Дне Поля покупателям предоставляют и скидку на технику и продают в рассрочку. Сама выставка форум уже давно стала эффективной площадкой для продвижения инновационных проектов. Здесь представлены лучшие практики, новинки технологий, то, за счет чего рязанские аграрии добиваются сверхвысоких результатов. Как известно, в прошлом году по урожайности Рязань стала лидером в Центральном федеральном округе. Если такой темп удастся сохранить, говорит Николай Любимов, то есть шансы преуспеть и в этом. Один из наших приоритетов в сфере АПК – возвращение в сельхозоборот заброшенных земель. За последние пять лет вторую жизнь получили 150 тысяч гектаров. Это площадь фактически одного среднестатистического района. Но большой урожай мало вырастить, его надо еще и сохранить. Поэтому самое серьезное внимание мы уделяем вопросам хранения. Модернизируются действующие элеваторы, строятся новые. Кстати, уборочная кампания сейчас идет полным ходом. На момент начала выставки ярмарки «День поля» было убрано 15% площадей зерновых. Сейчас, конечно, больше. Главе региона и самому предложили поучаствовать в процессе. Права на вождение такой техники у него есть. Поэтому Николай Любимов уверенно сел за руль комбайна. 22 июля три таких комбайна убрали 780 тонн зерна. С такой техникой это неудивительно, говорит губернатор. Управлять ее легко, тем более, что на приборную панель выводятся все данные. Парк автотехники существенно обновили в 2020 году. А каждая четвертая единица техники приобретена по программе Росагролизинга. Если говорить о структуре производства и структуре экономики в целом, то, конечно, занимает сельское хозяйство меньше, чем промышленность в нашей экономике. Это где-то порядка 11-12%, промышленность 35-33%. Но промышленность показывает рост 109% по прошлому году и сейчас показывает рост. А сельское хозяйство 114,5%. То есть явно драйвер. Поэтому мы очень большую надежду возлагаем на развитие нашего сельского хозяйства, наших аграриев, поддерживаем, будем поддерживать, продолжать. И это по-прежнему будет, я уверен, нашей сильной стороны. В числе посетителей выставки форума были и руководители научно-исследовательских учреждений, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермеры, ученые из регионов России и стран ближнего зарубежья, а также дилеры иностранных компаний, выпускающих сельхозтехнику. Тезисы губернатора они поддержали единогласно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.